готова кадр ты чего еще не вышло мама я же сказал что у меня занятие вечером она точно точно доченька скафу из еда возьми подогрей и поешь прошу хорошо мама матушка а где находится твоя новая работа то я где-то записывал хандан куркорджу это начало а хорошо они наверное богаты это знакомые госпожи илдис наверное хорошие люди хорошо получилось надеюсь надеюсь сестра ты на собеседование идешь какая такая работа на фабрике шлятся мама дочка я часто хожу госпожи илдис возможно эти захотят меня на частой основе видеть тогда тебе не нужно будет работать понимаешь может не надо ходить туда мама не нужно переживать за меня прошу тебя ладно мы увидимся вечером давай удачи будем все вечером сестра пока нет сюда не подошло вот самое место я пришла привет привет сестра что случилось работы нет вакансии не осталось да ладно ладно сестра я признаться не хотела чтобы ты работал на этой фабрике мне кажется это противное место когда работа есть работа тому же думаешь я могу выбирать там столько людей работает нет я имею ввиду что ты учишься и тебе было бы сложно все это совмещать ты сильно расстроилась нет я найду конечно другую работу послушай сестра прости меня все это произошло из-за меня все этот поиск работы и так далее ну ладно давай больше не будем это обсуждать что было то прошло к тому же не переживай я найду решение хорошо ты иди задание делай давай сестра хорошо да ладно тебе ты серьезно что ли слушай ну хорошо нет я сегодня не могу выйти мне нужно заниматься не знаю я привет из гекла трубку потом поговорим привет кемаль привет бахар дома сестра дома дома эй сестра сестра выйди сюда иду здравствуй здравствуйте рада свидеть это мой друг берк из издательского дома он хочет с тобой кое-что обсудить здрасте госпожа бахара у вас есть время да конечно прошу вас вы можете зайти внутрь пройдемте чай кофе что вы будете мы кофе будем хорошо сестра я сделаю ты садись как вы спасибо госпожа бахар я не буду долго тянуть я пришел сюда чтобы изменится перед вами ну что вы разве можно нет правда вчера в издательском доме ужасные события произошли поверьте мне я об этом не знал халантность работников еще какая халантность не волнуйтесь я дал вам по заслугам если вы не против я хочу работать с вами спасибо но послушайте даже автор книги захотел выпустить ее с вашими поправками за короткий срок вы работали очень хорошо и быстро такого работника как вы найти очень сложно спасибо но после того что произошел в издательском доме я если хотите можете туда не приходить будете работать дома хорошие предложения по моему бахар кемаль сказал что вы не примете но я настоял чтобы прийти лично больше не расстраивайте меня ну если вы решили сюда прийти тогда ладно я согласна отлично прошу вас спасибо ты довольна да и снова благодаря тебе не преувеличивай может погуляем хорошо можно вы не отвлекайтесь я сейчас уйду когда что это за слова сестра ты тоже все мои слова неправильно поворачиваешь я имею ввиду что я сейчас уйду в школу я поэтому я сказала кто же ты мне поднос отдай я отнесу и поздравляю тебя с новой работой хорошо увидимся если хочешь можем во дворе посидеть не останемся дома одни давай тема и пожалуйста не пойми неправильно не пойму не волнуйся к тому же возможно в будущем в будущем что не знаю возможно когда у нас будет дом ладно сейчас не буду тебе это говорить чтобы устрашить кемаль ты можешь говорить все что угодно я не буду бояться почему потому что я тебе сильно доверяю бахар я хочу всегда быть рядом с тобой я хочу тебя делать счастливый мне это происходит впервые я хочу чтобы тебя ничего не расстраивало всегда так улыбайся всегда будь рядом буду что я буду рядом с тобой до тех пор пока тебе это будет нужно кемаль в таком случае это значит что мы никогда не расстанемся ты можешь не идти если хочешь да ничего почему так сложно расставаться с тобой с тобой тоже сложно увидимся дорогая увидимся я сейчас пойду иначе потом не смогу эх сузье ну не начинай я же сказал нормально все к тому же если бы это тебя действительно интересовало ты была бы рядом да я так думаю более того я думаю что на похоренном дяте ты пришла только ради показухи хватит стройте себя заботливую мать мне звонят я должна идти я сказал я должна идти благодарю в сферме да 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 госпожа сергей госпожа хандан здравствуйте мы разговаривали по телефону здравствуйте проходите ну что вам было легко добраться до сюда да спасибо доченька было легко вы голодны если хотите можем позавтракать для начала нет спасибо я уже позавтракала я переоденусь и начну как хотите туалет вон там как дела идут хорошо хорошо спасибо но мы так чистый ну я живу одна поэтому дом не быстро засоряется одна живешь дорогуша огромный дом это же сложно да да сложно немного ой ты извини что я с тобой на ты-то разговариваю у меня просто несколько дочерей твоего возраста да нет что вы расслабьтесь прошу вас сколько времени ты одна живешь уже долго еще со школы но я привыкла когда не остается другого выхода твоя семья что погибла ой за меня тему это затрагивает она расстраиваешься нет нет не переживайте они живы они постоянно заняты своими делами они живут в бодруме поняла но ваши дочери они замужем нет она в университете другая готовится к поступлению закончил сбу же это обучение но у них наверное есть парни вы их на на тоже расспрашиваете извиняюсь вытрите пол маленькой комнате этого достаточно а потом приступайте к залу еще люстра надо протереть но хорошо вы наверное устали до дома наверное вы всем этим не занимаетесь вашей дочери они вам помогают моя младшая дочь в этом не разбирается но бахар она всегда помогает мне она моя единственная опора в этой жизни это хорошо когда дети служат опорой да знаете мой будущий муж очень хочет ребенка ты помолвлена да с братом сестра вилдерс а вот как да кемаль он моя единственная опора желаю вам удачи я и про своих детей всегда так говорю всегда желаю чтобы у них на пути встречались только хорошие люди кемаль он хорош но очень кокетлив кокетлив да но я не придает его большое значение то есть просто как он возвращается ко мне я разрешаю ему немножечко поразвлекаться пока что ну много конечно разных девушек с которым развлекаться а кемаль очень красивый у него много поклонниц я не могу этому помешать но после свадьбы это пропадет то есть Субтитры сделал DimaTorzok Кемаль Ну ничего, развлекайся Потому что все кончено С комнатами закончено Я могу здесь приступить? Да, проходите Алло Алло, любимый Ты говорил, что хочешь поговорить Я сейчас дома Приходи немедленно, если можешь Я не могу сейчас прийти, Хантан Мы в мастерскую с биратом Пойдем машину забирать Хорошо, поняла Ну как дело закончится, приходи, хорошо? Я жду тебя Целую, любимый Пол помыла Пыль протрите, если можно Еще Можете начать с вот этого камина Хорошо Что случилось? Я Да нет, ничего Вот он, мой будущий муж Кемаль Чудесно Какой он у меня хороший На самом деле Здесь не так пыльно Вы Люстры мои Протрите А потом можете идти Вы и так очень устали сегодня С вами все хорошо? Да, все нормально Нет, ложитесь Отдохните Если хотите Нет Я закончу И пойду Субтитры сделал DimaTorzok Господа Сергий Все нормально Пожалуйста, попробуйте встать Все нормально Нормально Спасибо, братец Если бы ты не смог бы я машину починить в такие сроки Да ладно тебе Что ты Я Когда видел машину в таком виде Я был шокирован Первое, которое я вспомнил Был ты Я еще немного поспрашивал Кто мог бы быть виновником всего этого Ну и безрезультатно Хулиганы, наверное, какие-нибудь Нет Кое-что есть Лобовое стекло Сломала какая-то женщина Женщина? Я хочу всегда быть рядом с тобой Просто хочу делать тебя счастливой Алло Я разговариваю с госпожей Бахар Я Хандан Хандан Куркджу Я звоню по поводу вашей мамы Что? С ней что-то случилось? Да нет Прошу вас, успокойтесь Ваша мама сегодня пришла ко мне поработать Чтобы квартиру прибрать Да, я знаю Прошу вас, не паникуйте Ваша мама упала со стула И у нее есть некоторые боли Я решила сообщить вам С мамой все хорошо? Пожалуйста, скажите мне правду Нет-нет Все нормально Я сейчас вам сообщу адрес Хорошо, вы скажите, я запомню Хорошо Хорошо, я скоро буду Спасибо большое, госпожа Хандан Пройдите Сядьте немножко, госпожа Севги Я пойду, пожалуй Нет, что вы Вам не хорошо Пожалуйста, лягте Отдохните немножечко Прошу вас Я позвонил Вашей дочери Бахар Она очень скоро будет здесь Вы набрали мою дочь? Ну то есть Я увидел, что вам плохо И решил сообщить ей Она вскоре будет здесь Лучше бы вы ей не звонили Пусть не придет сюда Со мной все нормально Нет, не все нормально Я подумал, что если нам придется пойти к доктору Будет хорошо, если она будет с нами Правда, не стоит Все нормально Со мной все нормально Пусть не приходит Матушка Бахар Ответь на звонок Ответь Я ее просил не паниковать Но она, конечно, запаниковала Она вскоре будет здесь Не переживайте Ты хочешь сказать, что мужчина, который видел ее Не может ее описать? Нет Она приехала на такси А потом быстрым темпом удалился отсюда Кто и зачем это сделал? Я не знаю, но Когда он сказал про такси Я помню про Хондан Нет, братец Хондан бы так не поступила Хондан сюда не приходит Более того, она даже не знает, как сюда добраться Верно говоришь У нее дядя недавно умер Она сейчас приходит в себя А у тебя как дела? Нет Я пока не говорил с ней Но сейчас я иду к ней, чтобы расстаться Правильно все делаешь, брат Чтоб никто не разочаровывался Хондан имеет право знать все Да Ну ладно Я пойду Увидимся Увидимся Вам уже лучше, да? Кажется, Бахар пришла Вы не вставайте Прошу вас Я открою Здравствуйте С мамой все нормально? Все нормально Не переживайте Пройдемте Все нормально Не переживай Мама, все нормально Слушай, тебе больно? Как могло произойти? Слушай, пойдем в больницу, мама Доченька, все нормально со мной Не переживай, прошу тебя Ты посмотри на меня, какая я Здоровая я Все нормально В больницу уйти не надо Пусть отдохнет немножко Мы пойдем Бахар, давай не будем здесь засиживаться Мы пойдем поскорее домой Не будем опаздывать Ну же, пойдем Ну, я прошу вас Отдохните немножечко А потом выйдете Не надо, доченька Я же сказала Ваша матушка правда Очень застенчивый человек Она так боится, что станет грузом здесь Пожалуйста, сядьте, умоляю Прошу вас Ну же, госпожа Сергея Тоже сядьте немножечко Потом пойдете Прошу вас Спасибо Мама Матушка Тебе уже лучше, да? Ну же Садись, матушка Все нормально с тобой, доченька? Все нормально, матушка Нормально все Садись, уедем отсюда Ну же Да? Алло Госпожа Сергея Вы жилетку забыли Ничего страшного Я потом заберу Пусть останется Что случилось, мама? Жилетку забыл Ничего страшного Нет, нельзя Я хочу, чтобы здесь у нас что-либо оставалось Вернемся, пожалуйста Бахар, ну не надо Дорогой Любимый, рад тебя видеть Ну же, любимый, пойдем в нотель Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok